Ну вы знаете, 5-6 августа Саудовская Аравия, есть уже точные даты, будет проводить, там более 40 стран приглашены, будет проводить переговоры, это будет форум по урегулированию, по выработке формулы мира, за основу берется наша формула мира, и самый главный пункт, который я считаю там будет проговорен и прописан, это нерушимость границ. Для любого государства. Кстати, как выяснилось, в арабских странах нерушимость границ, территориальная целостность это очень больной вопрос, очень. И скорее всего никто даже не будет заикаться о том, чтобы торговать чужой территорией. Почему? Потому что у многих арабских стран есть свои проблемы в территориальной целостности. Многие арабские страны либо подвергались нападению, либо сейчас у них какая-то часть территории оккупирована другой страной. И они очень хорошо понимают, что это такое, и что эта война за квадратные километры может длиться десятилетиями, не то что годами, а десятилетиями. Что и происходит между некоторыми арабскими странами, или в некоторых арабских странах, в частности на Ближнем Востоке. И они, вчера я вам рассказывал, что Китай решил поменять свое мнение и решил присоединиться к этому форуму. И скорее всего примет участие. Индия тоже, ее тоже пригласили. Там идет Ближневосточно-Азиатский регион, и Индия приняла приглашение и будет участвовать. И представители Индии приедут в Саудовскую Аравию для того, чтобы поучаствовать в этом. Я думаю, что Китай точно приедет. Почему? Потому что подтвердила уже Великобритания, кстати. Я очень так опасался, потому что нигде не звучало, что Британия присоединится к этому саммиту. Есть уже подтверждение. Южная Африка, ЮАР присоединяются, Польша и Европейский Союз. Польша просто опередила Европейский Союз, они присоединятся как Европейский Союз, но Польша, очевидно, будет еще и участвовать как государство Польши. А может вольется в делегацию Европейского Союза. Просто они раньше подали заявку. Так вот, по Китаю, Китай, скорее всего, Китай же претендует на место лидера. Вот, кстати, послушал специалистов по Ближнему Востоку, и некоторые даже высказывают такое мнение, что принц Саудовской Аравии, Усаме бин Салман, по-моему, так правильно, чтобы не ошибиться, он, видите, он решил, у него очень большие политические амбиции, он хочет вывести Саудовскую Аравию из обычного участника международного политического процесса в лидеры. Международный лидер, стать таким игроком высшей лиги в международной политике. И вот Китай, который тоже борется за это место, видимо, решил, что надо поучаствовать, иначе могут обойти на повороте. Тем более, что Китай сегодня старался занимать, до сегодняшнего дня, как бы, занимает, продолжает занимать нейтральную позицию, но посмотрим, как они поведут себя в ходе вот этого саммита, который будет проводиться, или форума, или конференции, как это назвать, переговоров. Переговоров по Украине. Мы там, конечно же, ключевая страна, но организатор этого всего именно Саудовская Аравия. Так что посмотрим, как это произойдет. России там не будет, даже представителей не будет России. И, скорее всего, даже, опять же, сошлюсь на специалистов по Ближнему Востоку, вот, слушал одного аналитика, он сказал, что, скорее всего, итоговый документ будет сформулирован, скорее всего, будет сформулирован в виде ультиматума для Российской Федерации. Так что в плане прекращения войны, вывода войск и вообще правильности поведения России на международной арене. Ну, это серьезная, конечно, заявка. Посмотрим, будем надеяться, что она увенчается успехами нашим силам обороны Украины. Еще такое подспорье в политическом, на политическом поприще будет огромнейшее подспорье. Потому что, если Россия откажется выполнять такую рекомендацию или ультиматум со стороны такого большого количества стран, и причем таких стран, как арабские страны, а это, в принципе, считайте, что это ОПЕК. Там практически будут все страны ОПЕК присутствовать. Когда-то Саудовская Аравия залила нефтью рынок, обрушила цены, и экономика Советского Союза надорвалась на падение цен на нефть. Недополучив бюджет нефтедолларов, советская экономика развалилась как карточный домик. Ну, это так, для исторической справки. Так что, со странами ОПЕК шутки довольно-довольно плохи. Посмотрим. Давайте подождем, осталось тут 5-6-го. Завтра начинает работать, суббота-воскресенье будут они работать. И посмотрим, чем в понедельник мы уже будем знать с вами итоговые о коммунике этих переговоров. Или, во всяком случае, план, дальнейший план действий, потому что вполне возможно, что сейчас будет встреча, а, ну, там, я так понимаю, что приглашают, ну, как минимум, министров иностранных дел, как максимум первых лиц, потому что, ну, сам принц Саудовской Аравии инициатор. И он будет это возглавлять. Так что, на уровне первых лиц. А дальше останутся представители, которые уже будут оформлять вот это уже все в бумажном виде и уже в конкретном документе. Теперь немножко вернемся к ситуации на фронте. Вот то, что мы наблюдаем с вами последние несколько суток, когда ситуация такая, я бы сказал, патовая. Наше наступление немножко забуксовало. Противник хочет на каких-то моментах возобновить свое наступление и тоже не в состоянии. То есть, линия фронта хоть и колеблется немножко, но в пределах таких тактических значений, не более того. А каких-то существенных изменений на линии фронта нет. И тут вдруг Вашингтон пост почему-то пишет статью, что мы, вооруженные силы Украины, задействуют 10-й армейский корпус для продвижения в Запорожской области. Резервный корпус. Ну, во-первых, но как бы не было информации о том, что у нас мы вернулись к корпусному составу. У нас вооруженные силы бригадного состава. И бригады у нас идут прямого подчинения оперативному командованию. И уже оперативное командование выходит на генеральный штаб. Такова структура сегодня вооруженных сил Украины. Поэтому, как бы, ну ладно, бог с ним. Десятый, если так Вашингтон пост пишет, может они знают, что у нас есть 10-й армейский корпус. Тогда вопрос, а где еще 9, которые должны ему, по идее, должны ему предшествовать. И почему мы, то, что мы вводим в бой усиление наших войск, да, это вполне оправданно и вполне логично. Вот. Почему? Потому что, ну, особенно в наступлении понятно, что мы несем потери, и надо войска проводить ротацию, и надо войска пополнять за счет тех потерь, точнее, восполнять те потери, которые несут наши войска в ходе боевых действий. Это наступление, этого не избежать. Вот. Но, вот, Вашингтон пост написала вот такую вот статью, что по данным издания, вооруженные силы постепенно продвигаются к главной оборонной линии расистов и закопов растяжек и мин с помощью танков и бронетехники. Это главная линия обороны состоит из окопов растяжек и мин, вот, а мы продвигаемся с помощью бронетехники. Главная цель перерезать российский сухопутный коридор в Крым, которым является ключевым маршрутом военного снабжения. Ну, про задачи нашего контрнаступления мы с Вами говорили вчера и позавчера, там, издание The Time подробно расписало все три варианта, как они видят развитие событий и три направления, по которым могут двигаться наши войска. Я напомню, они там сказали, через Бахмут с поворотом на Донецк и выходом к Азову, через Волноваху на Мариуполь и через Токмак на Мелитополь. Причем, даже вариант Мелитополя они считают успешным, потому что в этом случае от Мелитополя наша артиллерия будет полностью простреливать пути, снабжать дорогу в Крым. То есть, сухопутного коридора, как такового, не будет. Он будет полностью под нашим огневым контролем. Так что, в любом случае, для нас, как бы, продвижение это может, должно стать успешным. Ну, вот, насчет, как вводятся резервы, нет. Единственное, что из официальных источников было сообщено, что мы усиливаем наши войска, которые сегодня ведут наступательные действия. Насчет развертывания главных сил или там выдвижения резервов, ну, это было по итогам ставки Верховного главнокомандующего в городе Днепр, которая проходила, вот, крайняя ставка, буквально неделю назад, даже меньше. И там, да, там ставилась задача, президент ставил задачу нашему главкому о том, что готовить выдвижение, развертывание главных сил. Что, скорее всего, главком и делает. Может быть, именно это Вашингтон-Пост приняло за то, что мы, вот, 10-й армейский корпус вводим в бой. Так что, посмотрим, как это будет выражаться на линии фронта. Ну, никуда спешить не надо. Мы поменяли, вчера мы говорили с Вами об этом, что мы поменяли тактику действий. И наша сегодняшняя главная задача не штурмовать в лоб вот эти забетонированные окопы и там очень плотные минные поля. Наша главная задача наносить максимальное поражение противника. Максимальное. Изматывание противника, выбивание техники, выбивание личного состава и изматывание войск и их деморализация. Вот это наша главнейшая задача на сегодняшний день. Вот так выглядит. А уже когда наш генштаб будет понимать, что оборона противника, что войска противника измутаны, что они понесли достаточную степень потерь, что линия обороны фактически размягчена и тогда будут уже определяться места прорыва этой линии обороны. Я скажу так, что на мой взгляд надо готовиться к тому, что и август месяц может пройти в таком же режиме боевых действий, как и июль. То есть каких-то там гигантских рывков, прорывов, подвижек мы можем в этот месяц тоже не увидеть. Будут наступательные действия, естественно будут продвижения, естественно будут успехи. Мы будем наращивать усилия, но что-то такого глобального и гигантского нет. Слишком большой противник даже, не столько как я бы сказал сильный, сколько большой. Его надо действительно разгромить. В противном случае мы можем не добиться тех задач, выполнения тех задач, которые мы ставим перед собой в ходе этого контрнаступления. Поэтому еще раз повторюсь, главная задача бить врага везде и всюду. Далее, ну вот такая вот, опять же, звериный оскал русского мира. С августа месяца курсанты летных училищ Рашистской Федерации проводят практические стрельбы с вертолетов, неуправляемыми ракетами по территории Украины, по нашим населенным пунктам. В частности по Сумской области, об этом сообщает нам Центр национального сопротивления. Вертолеты подлетают и курсанты выполняют огневые задачи по живым людям. Представляете, какое, ну я не знаю, как это назвать, насколько они нас ненавидят. Что они даже тренируются, тренируют своих курсантов, молодых будущих летчиков, они тренируют на живых мишенях, на наших гражданах, на нашей территории. Так что, вот такое вот отношение. Ну, они, в принципе, задача войны, это ж не захват Украины, это уничтожение государства Украина, уничтожение украинцев как нации. Поэтому отсюда такие массовые депортации, отсюда массовые депортации детей. Вспомните, были депортации даже взрослых, но с ними сложнее, поэтому их просто здесь русифицируют принудительно, заставляют получать паспорта, переоформлять документы и все остальное. То есть, ликвидация украинцев как нации, нас с вами, и ликвидация государства, присвоение территории Украины. Вот задачи войны. Если кто-то в этом еще сомневается, то вот вам еще один ярчайший пример отношения расшистов к нам, украинцам. Курсантов учат на стрельбе по живым мишеням, по нашим гражданам. Ну, а вот страны, допустим, НАТО, та же Польша, перекидывает границы с Беларусью, боевые вертолеты. Причем они отбирают летчиков с боевым опытом, которые прошли службу в Афганистане и в Ираке, то есть, имеют боевой опыт, то есть, готовы вступить, применить оружие, вступить в бой, не колебаясь и не преодолевая никаких уже психологических барьеров, потому что они уже в бою были. Тем не менее, еще рассматривается вопрос Румынии, как Румыния себя поведет. Дело в том, что когда в ночь 2 августа был удар, шахедный удар по порту Измаил, города Измаил, местные жители, там 300 метров граница Румынии. Местные жители на румынской территории пожаловались своим властям местным, что поселок Чаталкой, мэр поселка, заявил, что жители сообщали о падении одного из дронов в лесу. Но, тем не менее, до сих пор не обнаружили этого дрона, может быть, это ошибочно, может, они видели, как он пикировал на объекты портовой инфраструктуры по порту Измаила. Ну, а так, беспилотники, опять же, по словам местных жителей, залетали на территорию Румынии. То есть, разворачивались и заходили на цель в небе Румынии. Насколько это подтвердится или нет, пока не знаем. Пока вот на уровне заявлений мэра поселка и местных жителей. Посмотрим, я думаю, что в ближайший день-два должна появиться официальная реакция румынских властей на этот инцидент. Но, думаю, что будет так же, как у поляков. Я уже объяснял, что НАТО будет дистанцироваться и постарается не отвечать агрессией на агрессию, чтобы не провоцировать Рашистскую Федерацию. Ну, и, как я и обещал, вишенка на торте сегодняшней военно-политической обстановке. Кстати, именно военно-политическую обстановку я отнес этот эпизод. Сейчас вы поймете, почему. Это сегодняшняя, я бы сказал, супер-успешная операция Службы безопасности Украины совместно с военно-морскими силами Украины. Я вам рассказывал уже о том, что глава службы Василий Малюк, он лично курирует вот этот Центр специальных операций Альфа или А. Ну, Альфа, давайте так. В народе мы привыкли его называть Альфа. Все понимают, что это Альфа службы безопасности, спецназ службы безопасности Украины. Вот, и лично курирует вопрос создания, именно создания, разработки и производства дронов. Целый департамент создан под его пристальным надзором, создан департамент по производству, разработке и производству морских дронов. И я скажу так, что 90% операций, они успешны. Они успешны, они всегда добиваются успеха. Тот же Крымский мост, посмотрите, дважды, дважды я такого, один раз морскими дронами. Сейчас, сейчас Новороссийск. Это, я считаю, что очень важная в политическом плане операция. Даже если бы, ну вот, утром мы сегодня обсуждали, что нефтяной маяк повредили, да, там в районе Лазурка, по-моему, населенный пункт или Лазурная, для приема нефти, с одной стороны. А потом выяснилось, что оказывается, а расистские власти говорили, что все дроны уничтожены. А оказалось, что не все уничтожены. Один дрон дошел до цели, причем, причем довольно серьезно, это, этот надводный дрон нес 450 килограмм тротила. Он атаковал вражеский корабль, корабль называется Оленигорский горняк. Это, это пришлый корабль, он пришел, если я не ошибаюсь, с Тихоокеанского флота, большой десантный корабль. Их собрали перед началом массированного вторжения в Черном море, их собрали около 10 больших десантных кораблей. Это же они планировали высаживаться в Одессе, морской десант. Не получилось высадиться, а уйти они сейчас не могут, потому что Турция через Босфор не пропускает военные корабли. Вот, такое они поставят, такое условие поставила Турция расистам. И этот корабль находился на, находился на рейде. И вот сегодняшняя, вот эта атака, сегодняшняя спецоперация, которую провела служба безопасности, увенчалась успехом. Вот этот БДК получил в борт удар дроном, естественно взрыв, пробоина на уровне ватерлинии, то есть на уровне воды, и часть пробоины находится ниже ватерлинии. Он стал набирать воду, дал крен на левый борт, опять левый борт, кстати очень напомнил о крейсер Москва, тоже был крен на левый борт, и тоже пробоина была на уровне ватерлинии. Но там произошел, тут нечему взрываться, он пустой внутри, это же десантный корабль, там трюмы для размещения техники и личного состава. Вот, поэтому он набрал воды, но и они его пытаются сейчас притянуть к причалу. Но, в чем политическая подоплека? Я смотрю, что Василий Малюк сегодня делает такой службу, спецслужбу, именно среди спецслужб номер один в Украине, службу безопасности Украины. Ну и, наверное, претендует на звание украинского МОСАД. Пока что здесь, на месте, вокруг Украины, а дальше, я думаю, может быть и в широком понимании этого словосочетания украинский МОСАД. Дело в том, что эта операция, служба безопасности вместе с военно-морским флотом показала, что на Черном море нету безопасной зоны для рашистских кораблей. И, во-первых, это меняет нашу позицию в переговорах по зерновой сделке. Ну, мы не ведем прямых переговоров, мы договариваемся с Турцией и с ООН, и Турция и ООН договариваются с Рашистской Федерацией. Мы четко и ясно дали вот этой атакой, мы четко и ясно дали понять, что мы можем топить Черноморский флот там, где мы его поймаем. Это раз. Второе, что наши дроны могут контролировать всю акваторию Черного моря. И не ровен час, что Рашистская Федерация может попросить нас о нефтяном коридоре. Понимаете в чем? В общем, Новороссийск самый крупный нефтяной терминал на юге России, откуда идет экспорт российской нефти. Танкеры наливаются, туда идет труба в Новороссийск, а в Новороссийске танкеры наливаются нефтью. И потом через Босфор, Дарданелло они идут в Средиземное море, ну и дальше Гибралтар. По всему миру они развозят российскую нефть. И мы четко показали, что сегодня это БДК, большой десантный корабль, а завтра это может быть танкер с нефтью. То есть любой, как и сказала наше руководство, что мы запрещаем судоходство ввиду боевых действий. Мы запрещаем судоходство, особенно в украинских портах, в украинских территориальных водах. В Керченском проливе. Ну это в ответ на действия России, которая таким вот способом хочет остановить все морское судоходство в акватории Черного моря. Мы ответили зеркально. Плюс продемонстрировали свои возможности. Так что, если раньше была там Севастопольская бухта, да, помните, атаку, кстати, это тоже служба безопасности Украины. Об этом нам, кстати, рассказывал сам глава службы Василий Малюк на одной из пресс-конференций. Он тогда рассказал про Крымский мост и рассказал про атаку на Севастопольскую бухту. Вот теперь служба безопасности поставила еще себе в зачет и Новороссийск. Базу, это основная база Черноморского флота. Они должны были, кстати, они должны были ее отстраивать. И к 17-му году, согласно договору, они должны были передислоцировать 2017-го. Черноморский флот именно в базу Новороссийск. Но потом Россия начала динамить эту стройку и сначала под видом неготовности отказались передислоцировать корабли. Ну, а потом, вы знаете, Янукович подписал Харьковские соглашения. Так что, вот такой вот вариант. Операция любой сложности. Я так понимаю, что служба безопасности Украины сегодня готова проводить, во всяком случае, в акватории Черного моря. С таким высоким, в высокой степенью гарантированного успеха. Так что, вот такая вот вишенка на торте на сегодняшний день в военно-политическом блоке нашего видеообзора. Субтитры сделал DimaTorzok